Добро пожаловать в Network Marketing Pro! Меня зовут Эрик Уори. Сегодня я хочу поговорить с вами о силе предположения. Что происходит, когда мы предполагаем? Я думаю, что люди, когда они впервые начинают заниматься сетевым маркетингом, используют эту силу не в свою пользу. Они используют ее в ущерб себе. И вот что я имею в виду. Слишком часто люди предполагают в отрицательном плане. Они предполагают, что произойдет что-то плохое. Они предполагают, что им откажут. Они полагают, что люди не присоединятся к ним. Они полагают, что люди будут слишком заняты. Они полагают, что у людей недостаточно денег. Они полагают, что у людей уже есть работа, которую они любят. Они полагают, что люди живут жизнью своей мечты. Они предполагают все эти разные вещи. И в большинстве случаев все эти предположения ошибочны. И вот что происходит, когда вы принимаете все эти типы предположений. Вы начинаете проецировать все это. Когда вы предполагаете, что у кого-то нет времени, то вы начинаете потихоньку проецировать тот факт, что, возможно, у них нет времени. Я знаю, что ты занят. Можем ли мы найти немного времени, чтобы встретиться? Смог ли бы ты найти место для этого бизнеса в своем напряженном графике? Вы начинаете предполагать и проецировать эти предположения в реальном разговоре. И эта проекция не является полезной, когда вы используете ее в отрицательном плане. Теперь вот обратная сторона монеты. Вот что делают лидеры сетевого маркетинга и предпринимательство в целом? Они предполагают успех. Они предполагают радикальный успех. Они полагают, что люди найдут деньги. Они предполагают, что люди найдут время. Они предполагают, что люди, вероятно, недовольны своей нынешней ситуацией. Что они не точат достаточно денег, что они не занимаются работой своей мечты. Они живут в несоответствии своим целям. Они предполагают все эти вещи в другом формате. Они предполагают, что люди захотят заниматься этими продуктами и услугами. Они полагают, что люди захотят начать свой собственный бизнес. Они предполагают, что люди будут впечатлены возможностью той или иной компании. Они предполагают, что люди найдут время и способ принять участие в событии компании. Они предполагают все эти вещи и гораздо больше. И учитывая такие предположения, они начинают проецировать соответствующие события. И они проецируют соответствующие результаты. Смотрите, если вы предполагаете в негативном плане, вы проецируете этот негатив, и это начинает возвращаться к вам. Ваше предположение утверждается реальностью, но если вы предполагаете позитив, то вы начинаете проецировать этот позитив в тысячу разных способов, которые вы даже не можете измерить. И возвратом этого позитивного предположения будет результат, который вы ищете с вашим собеседником. Таким образом, предположения и проекции являются очень мощными вещами. Убедитесь, что вы избегаете негативных предположений и проекций, склонны к позитивному предположению и проекции. Это то, что делают лидеры. Это было наше шоу на сегодня. Надеюсь, вы получили ценность. Дамы и господа, мое пожелание для всех вас. Если вы решили стать профессионалом сетевого маркетинга, примите решение стать профи, потому что этот факт крепко как камень, у нас есть лучший путь. И теперь давайте расскажем об этом всему миру. Всем великолепного дня, берегите себя, пока-пока.